МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четырехгранный штык этой винтовки стал символом русской революции. Она прошла через две мировые войны, верой и правдой служила бойцам 60 лет. Знаменитая трехлинейка в фильме «Оружие». В конце 19 века наметился новый качественный скачок в развитии нарезного длинноствольного индивидуального оружия – винтовок. С появлением бездымного пороха патроны стали меньше и легче, а, следовательно, винтовку можно было снабдить целым магазином с боеприпасами. Запас патронов, которые всегда находятся под рукой, непосредственно внутри винтовки, позволял солдату вести частую стрельбу. С точки зрения тактики, появление многозарядного оружия было вызвано необходимостью повысить интенсивность огня и его плотность. В кульминационные моменты боя войска, вооруженные магазинными винтовками, могли обрушить на врага массированный огонь. Военные специалисты быстро оценили возможности, открывающиеся перед пехотинцами. Многие армии мира в конце XIX века начинают перевооружаться магазинным оружием, то есть оружием с запасом патронов. Вместо однозарядных винтовок появляются винтовки многозарядные, которые часто используются в различных европейских государствах и стоят там на вооружении. Россия в этом вопросе отставала. Судьбу новой винтовки решил император Александр III в 1891 году. Прежде российская армия была вооружена однозарядными винтовками системы Бердана. Полковник американской армии Хайрем Бердан продал русскому правительству две модели своих винтовок калибра 10,75 мм с откидным Бердан номер 1 и скользящим Бердан номер 2 затворами. На основе второй модели в России были разработаны и приняты на вооружение пехотный карабин, драгунская и казачьи винтовки для кавалерийских частей. В обиходе все они получили наименование Берданки. В середине 80-х годов 19 века однозарядное оружие морально устарело. В связи с этим Главное артиллерийское управление Российской императорской армии создало особую комиссию по испытанию магазинных ружей, которые признавались наиболее перспективными для будущего перевооружения войск. Стоит отметить, что первоначально на испытания были представлены модели крупного калибра — четыре линии. Линией в России называлась мера длины в одну десятую дюйма или 2,54 мм. Выяснилось, что приемлемых характеристик оружия под боеприпас крупного калибра достичь невозможно. Приоритет был отдан винтовкам под менее мощные патроны. Так появился калибр 7,62 мм. Те самые три линии, от которых и пошло название «трехлинейка». Комиссия изучила полторы сотни западных и отечественных моделей. Наиболее перспективными признали русскую винтовку Сергея Мосина и бельгийскую Леона Нагана. Мосин Сергей Иванович. Конструктор и организатор производства стрелкового оружия. Годы жизни 1849-1902. Окончил золотой медалью Михайловскую артиллерийскую академию. В чине капитана был направлен на Тульский оружейный завод. Разработал несколько моделей магазинных винтовок. С 1894 года был начальником Сестрорецкого оружейного завода. По мнению особой комиссии, русская и бельгийская винтовки опережали конкурентов, но нуждались в доработках. Претендентам предоставили время для устранения изъянов. Затем в течение нескольких месяцев оружие снова испытывали в экстремальных условиях. В воде, песке, грязи, на холоде и в жару. Из всех перипетий трехлинейка выходила с честью, намного опережая по результатам конкурента. Она показывала отменную точность, высокую надежность, была проста и технологична. Главным преимуществом русской винтовки был уникальный на тот период времени речно-прикладной магазин. Французская фирма «Рихтер» предлагала 600 тысяч франков за это изобретение. Но русский оружейник предложение отверг. Сергей Иванович Мосин столкнулся с рядом, в общем-то, проблем, которые он успешно разрешил. Самая главная его заслуга заключалась в том, что в конструкции вот этой винтовки вот здесь располагалась специальная деталь, которая называлась отсечка отражек. Вот эта деталь дала возможность всякий раз подавать из магазина только один патрон. И в результате этого, так сказать, избегались все задержки, которые были возможны в результате подачи двух патронов из магазина. Вот такой детали не было в западном оружии. В создании новой русской винтовки приняли участие несколько человек. Главная заслуга принадлежала капитану Мосину. Он спроектировал затвор и отсечку-отражатель. Разработкой ствола и патрона к винтовке занимались сразу три человека. Полковники Роговцев и Петров, штабс-капитан Севастьянов. Способ заряжания и патронная обойма были позаимствованы у Леона Нагана. Бельгийский конструктор передал русскому правительству все патенты, чертежи и лекала за вознаграждение в 200 тысяч рублей. По предложению военного министра новое оружие стало именоваться трехлинейная винтовка образца 1891 года. И лишь в советское время к этому обезличенному названию добавили конструкции Мосина. 16 апреля 1891 года указом императора Александра Третьего она была принята на вооружение русской армии. Так началась история 60-летней службы этого оружия. Трехлинейная винтовка образца 1891 года. Калибр 7,62 миллиметра. Длина 130 сантиметров. Масса со снаряженным магазином без штыка 4,2 килограмма. Боевая скорострельность 20-30 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 1920 метров. За создание новой винтовки правительство заплатило Мосину 30 тысяч рублей. То есть почти в 7 раз меньше, чем Леону Нагану за одну деталь. Этот факт и отсутствие упоминания его имени в названии винтовки обидели изобретателя. Горечь не сгладила даже награждение орденом Святой Анны второй степени и Большая Михайловская премия за достижения в артиллерийском деле. Первое боевое крещение русская трехлинейка приняла во время подавления так называемого восстания китайских боксеров в 1900-1901 годах. Винтовка Мосина прекрасно зарекомендовала себя и во время русско-японской войны 1904-1905 годов. В результате модернизации винтовка была укорочена на 5 сантиметров, в результате чего ее вес стал легче. И планка прицельная и шаговая была заменена на метрическую. Метрическая планка до сих пор использована очень удобно в эксплуатации. Это позволило обойтись без перевооружения армии новым стрелковым оружием, через которое прошли Германия, Франция и Англия перед началом Первой мировой войны. И дело здесь вовсе не в косности царского правительства. Просто трехлинейная винтовка образца 1891 года превосходила по баллистическим характеристикам все магазинные винтовки того времени. Она отличалась безотказностью, высокой живучестью, неприхотливостью и простотой в эксплуатации, легкостью сборки и разборки. Первая мировая война выявила все достоинства и недостатки этого оружия. Опыт, накопленный к началу 20-х годов, позволил провести модернизацию Мосинской винтовки и улучшить ее боевые качества. Модернизированная винтовка Мосина была принята на вооружение Красной Армии в 1930 году. С 1891 и до 1945 года было выпущено более 26 миллионов трехлинеек и их модификаций. В годы Великой Отечественной войны модернизированная винтовка Мосина оставалась главным индивидуальным стрелковым оружием. Во время войны в Ижевске, куда, в общем-то, это основной, вернее, можно сказать, центр был производства стрелкового оружия, вот, Мосинских винтовок, во время войны с 1942 по 1944 год было произведено 14 миллионов винтовок. То есть очень большое количество было изготовлено образцов этого оружия. В феврале 1939 года на вооружение кавалерии артиллерийских частей инженерных войск и войск связи приняли карабин образца 1938 года, разработанный на основе модернизированной винтовки Мосина. Он был короче своего прототипа и имел прицельную дальность стрельбы около тысячи метров. Карабин получил самое широкое распространение в Красной Армии. только за два первых года войны на одном Ижевском машиностроительном заводе было выпущено более миллиона карабинов. Трехлинейка оказалась настолько жизнеспособна, что даже спустя сто лет эта система востребована вновь. В начале 90-х годов 20-го века в Финляндии была разработана снайперская винтовка SSG-96 представляющая собой модернизированный образец системы Мосина. КОНЕЦ